Сегодня собрались на этот вебинар люди заинтересованные в излечении бронхиальной астмы и возможно не только бронхиальная астма, потому что, как я говорила немножко раньше, мы имеем практически одинаковые причины и очень схожий механизм развития разных заболеваний в силу общей загрязненности организма. Когда нам объявляют приговор в том, что у нас имеется какое-либо хроническое заболевание, как мы себя ведем, мы современные люди, как мы себя ведем, когда нам врач, терапевт или еще какой-нибудь специалист объявляет приговор-диагноз и записывает его в нашу карточку. Как мы себя ведем? Мы принимаем этот приговор и мы с ним смиряемся. И таким образом мы складываем из себя все полномочия по вытаскиванию себя из болезней, по возможно какому-то лечению иному, кроме как лекарства и мы отдаем себя полностью в руки врачей. Таким образом мы подписываем себе приговор, что это действительно заболевание, с которым нам придется жить всю оставшуюся жизнь. Потому что, как правило, когда речь идет о каком-то системном, хроническом, непростом заболевании, то нам никто ничего не обещает. Нам не обещают, что мы полностью излечимся. Скорее наоборот, нам говорят, что вы теперь астматик, вы теперь аллергик, вы теперь еще какой-нибудь ик, и вам теперь с этим жить, и надо с этим как-то жить. Вот точно такие же слова говорили моему мужу врачей на протяжении долгих лет, поскольку в течение 22 лет он носил это звание астматик. И с самого начала врачи сказали, вот тебе таблетки, вот тебе ингалятор, вот тебе там препараты, все там, дыши, занимайся собой, живи, ты теперь астматик. Вот так именно эта фраза была сказана, ты теперь астматик, и, в общем-то, его проводили в добрый путь с этим диагнозом. Почему? Вот у меня вопрос. Ни мой муж, ни все люди вообще, никто не сопротивляется вот таким приговорам, и все понимают это безговорочно. Ну и мы в том числе когда-то были, да, среди этих людей. Почему мы принимаем это безоговорочно, когда кто-то нам что-то там ставит, выносит какой-то вердикт? У меня есть свое видение этого. Об этом обязательно нужно сказать, потому что пока мы не перевернем свои мозги, да, и не будем подходить с другой точки зрения к лечению хронических заболеваний, у нас ничего не получится. Мое видение следующее. Человек, рожденный на этой земле или как-то созданный, да, или принесенный, ну, не знаем, как образовался человек, но человек создан был на этой земле как существо природное. И я уверена на 100%, что он создан, человек, как существо абсолютно самодостаточное. То есть существо, которое призвано жить и развиваться по законам природы, в согласии с природой, в окружении природы, то есть рождаться по законам природы, умирать по законам природы, болеть и выздоравливать тоже по законам природы. Я уверена на 100%, что много-много, там, миллионы лет назад, когда первый человек появился на земле, и не могло быть вообще и речи о том, что появятся какие-то узкие специалисты с какими-то своими узкими специфическими предложениями в виде рецептов, каких-то химических препаратов, для того, чтобы вмешиваться в природную дорогу, да, путь этого конкретного человека и что-то там в него впихивать, что-то ему там доказывать и утверждать и обращать его в какой-то диагноз только потому, что это специалист. То есть такого не должно было быть, но по мере того, как шло время, человек, к сожалению, не становился сильнее, ввиду разных обстоятельств, не будем сейчас углубляться, да, человек не становился сильнее. К сожалению, человек становился слабее. Ну, вот представьте, сейчас возьмите современных людей, смогут ли они бегать за мамонтом, да, смогут ли они выживать в пещере, в шкуре, морозную зиму, нет, нам отопление же всем подавать, да, центральное. И вообще очень много различных, ну, сфер, да, в нашей жизни, которые мы сейчас, в которых мы сейчас пребываем в виде очень расслабленных и ослабленных существ. Поэтому и вот в этом направлении, то есть в лечении себя человек тоже ослаб, расслабился и он спустил с себя все эти полномочия на кого-то, да, потому что у нас появились специалисты, у нас появились профессионалы. Поэтому кто-то должен решать за человека его проблему. И вот это вот в корне неправильно. И это, к сожалению, это политика, вот такая сейчас политика, что за человека кто-то все время что-то решает. Ну, вот, к сожалению, вот такие нас рамки поставили. Так я вот как раз и хочу своим видео, да, своим эфиром, своими инструкциями, своими постами, книгами, я хочу вот это опровергнуть, я хочу повернуть вас вспять, настолько, насколько это будет возможно, насколько это получится. И обратиться к самому себе, внутрь себя, в свою природу и поверить в себя. Самое главное нужно поверить в свои собственные силы, в том, что организм по определению это то, что может самостоятельно себя вытаскивать из различных критических ситуаций. Только ему нужно в этом помогать. И вот это вот все, вот это вот все пришло мне в голову, ну не в голову, а вернее пришло мне, да, и было осознанно мною только после того, как я познакомилась ближе с натуропатией, конкретно с книгой Марва Аганян, экологическая медицина. Если кто еще не видел, не знает, обязательно советую Марва Аганян, экологическая медицина, путь будущей цивилизации. Вот это название, путь будущей цивилизации, его вообще можно было поставить в первую строку, потому что это действительно только наиболее прогрессивная часть человечества способна осознать то, что мы сами своими руками, своими знаниями можем себя вытаскивать. Так вот, в 2016 году, когда я вот это осознала, когда мы почувствовали, что мы можем попробовать побороться с этим заболеванием, мы начали пробовать бороться. Я не говорю, что мы начали бороться, я говорю, что мы начали пробовать. Итак, мой муж Борис с 2000 года носит астму, то есть приобрел астму до 2016 года, получается 16 лет, он жил на спазмолитиках, ну будем говорить сальбутамол, да, называть вещи своими именами, это ингалятор, который снимает спазмы, вот эта пшикалка-трубочка, он с ней жил, не расставался, плюс еще один был период, когда мы что-то прямо так одержимо поверили в медицину, но это было еще до 2016 года, и нас врач убедил, что это сумасшествие, не принимать гормональные препараты при астме, что вы себя там в могилу загоните, в могилу мы, конечно, не хотели, и мы начали применять вот этот большой список всяких там гормональных и чего-то еще, я уже это уже не помню, там много было всего, но в итоге ему стало от этого хуже, то есть не только улучшение не наступило, наоборот стало еще хуже, и это прямо было на глазах, было ухудшение. Поэтому, проведя немного времени вот на этом лечении, которое называется иммунодепрессанты, подавление гипериммунного ответа, противоаллергические какие-то там, мы отказались от всего этого, и оставили только спазмолитик, вот этот, как его, сальбутамол, который снимает спазм. И мы начали пробовать бороться с этим заболеванием именно вот с АЗОВ. Я очень надеюсь, что все, кто присутствует на сегодняшнем эфире, вы уже скачали и посмотрели мою инструкцию, которую я принципиально выложил в свободный доступ, без всякой оплаты, и в ней я пошагово описала все действия, которые мы делали на протяжении вот этих вот лет. И именно сегодня я хотела и расшифровать поподробнее эти действия, потому что я понимаю, что некоторые моменты могут быть непонятны. У меня довольно продвинутая аудитория, и практически все, почти все знают, что такое очищение организма, представляют или примерно представляют, что такое естественное питание, и это является именно базой. И именно с этого мы и начали. Давайте прям чуть-чуть окунемся вглубь этого заболевания бронхиальной астмы, посмотрим, как же она все-таки образуется. Смотрите, как лечит нас медицина астматика, да, как она лечит. Она, во-первых, дает, то есть она считает, что это заболевание, которое связано с каким-либо аллергеном, будь то пыль, будь то пыльца и так далее. И человеку выписывают антигистаминные препараты, да, противоаллергические. Во-вторых, медицина связывает это заболевание с аутоиммунным процессом, что организм начинает реагировать на проникновение чужеродного агента и запускается аутоиммунная реакция в виде вот этого гипериммунного ответа организма, что она назначает. Она назначает гормональные и негормональные препараты, которые подавляют этот гипериммунный ответ организма. Ну и третье, медицина назначает спазмолитики, да, это то, что снимает спазм, приводящий к удушке. Вот основные направления, по которым работает медицина. То есть что она делает, она борется с последствиями. Но медицина, мне кажется, никогда не признается в том, что я не понимаю, они что, они не понимают этого, они этого не хотят признавать. Или что, как, почему? Почему они ничего не говорят о причинах? Откуда взялась эта аллергия? Откуда этот гипериммунный ответ? Почему наступает спазм? Почему? Причина в чём? Что, просто так захотелось организму, что ли, вот так вот поспазмировать, да, там, что-то там поаллергировать? Какая причина? Почему они говорят о том, что причина – это гной в бронхах и в лёгких? Это гной, это мокрота и слизь, которая скопилась в дыхательной системе, в бронхах, в капиллярных бронхах, в бронхиолах, в лёгочной системе. И они никогда не признаются, что, даже если они признаются, что там есть гной, мокрота, слизь, да, которая, собственно, и раздражает вот эти вот рецепторы, да, и именно она и вызывает спазм. Почему мокрота, вот это гной, будем называть своими именами, почему на него происходит спазм у души? Потому что он пытается покинуть места локализации, да, свои места, где он локализован. И поскольку это гной – это токсичная, это токсичная слизь, то она раздражает рецепторы, нервное окончание, она раздражает. И ответ организма – это ответ на токсины. Это спазм, потому что это токсины, это яды. Даже если бы медицина это признала, она не признает никогда, откуда он берётся. Откуда берётся гной в бронхах? Его там не должно быть. Гной – это продукт гниения, продукт распада и разложения. Гнить может только живая плоть, животная плоть, труп может гнить труп. То есть животный белок. Откуда у нас гниёт животный белок? А он гниёт в кишечнике. А почему он там гниёт? А потому что он не расщепляется или расщепляется не полностью. А что это за животный белок, который не расщепляется или расщепляется не полностью? Это то мясо, которое мы едим, это те молочные продукты, которые мы едим. Творог, сыр, рыба, мясо. Почему он не расщепляется? Потому что мы не умеем есть это правильно. Мы едим этого слишком много. Животного я имею ввиду продуктов, животных белков. Мы едим это слишком поздно вечером. И оно не успевает расщепиться за ночь. И оно гниет в кишечнике. Мы едим это в неправильном сочетании. Мы едим это с крахмалами, с вареной пищей, с хлебом. А это еще более утяжеляет расщепление белка. Белок, животный белок, это самая тяжелая пища для человеческого организма. Да, он справляется с ней. Но только при определенных условиях. Если мы создаем благоприятную среду для расщепления животного белка. Но современные люди не умеют создавать такую среду. Они наоборот просто загрузили свою пищеварительную систему избытком животного белка, который они едят с утра и до ночи по 5 раз в день. Разные виды животного белка. Никто не умеет сочетать правильно, что мясо нужно кушать не с крахмалами, а с сырыми овощами и так далее. Никто не соблюдает эти принципы, потому что люди просто не знают. Они не виноваты. Им просто никто не объясняет. И мой голос в этом океане информации, он просто песчинка вообще на дне моря или в пустыне. И поэтому вы, как мои слушатели, как моя аудитория, вы хотя бы это как-то через себя пропускаете и пытаетесь это до других доносить. Хотя бы, если сами не умеете, приглашайте ко мне на канал. Ко мне в Инстаграм, в разные социальные сети. Пускай они слушают, пускай они учатся. Получается, что люди сами своими руками себе просто роют вот эти вот ямы с бронхиальной астмой, ямы с псориазом, ямы с диабетом и так далее. Мой муж, поскольку мы с ним познакомились и поженились довольно поздно, это был 2012 год. То есть мне там уже было по 50, ему за 50. Мы уже прожили свою взрослую такую большую сознательную жизнь. И муж, как человек военный, как мужчина, у которого там было всякое разное в жизни, конечно, он понятия не имел вообще о том, что какой-то там животный белок, надо как-то себе там, как-то там его, да, как-то особенно есть, с чем-то его там сочетать. Да ничего он этого, конечно, не знал. И как мужик, он ел в основном вечером много-много мяса с картошкой, с макаронами. И был период, когда он вообще держал в своем хозяйстве корову, и он ел много молочек, он пил литрами молоко и все такое прочее. И понимаете, что вот к своему возрасту серьезному, солидному, когда у него образовалась астма, она же не просто так образовалась, он уже имел для нее хорошую базу. То есть он имел сильное загрязнение организма, связанное с вот таким неправильным питанием. И когда произошла пневмония, вот на фоне чего он получил вот эту свою астму, то произошло, случился тот момент, когда совпало, да, моменты, вот образовалась благоприятная почва для того, чтобы вот эта пневмония превратилась в бронхиальную астму. Вот и начался бесконечный процесс выталкивания вот этого обильного содержимого гнойного бронхиальной системы, постоянного выталкивания наружу и, соответственно, спазмов. Еще нужно иметь в виду, что мой муж курил до 2012 года всю жизнь, начиная с самого раннего, ну чуть ли не с детства. Понимаете, насколько это было все усугублено. То есть я к чему сейчас подвожу, что даже если бронхиальная астма имеет большой стаж, вот как у нас, даже при этом, смотрите, что получается. Мы достигаем успеха при системных действиях, когда мы делаем все правильно в системе и бьем в одну точку, бьем в одну точку. Несмотря ни на что мы бьем, бьем, бьем. И мы добили, мы таки добили у нас больше не приступов бронхиальной астмы. Я называю это глубокой ремиссией, потому что я, конечно же, не обольщаюсь. Я понимаю, что мы не полностью еще очистили бронхиальные пути. Я понимаю, что при любом провоцирующем факторе, когда будет какая-то провокационная ситуация, будь то связано с климатом, или с каким-то, может быть, сильным аллергеном, или понервничал, или еще что-то. Мы можем получить опять ту же самую реакцию. Но все, что нам удалось на сегодняшний день, это значительно снизить уровень вот этой токсичной слизи гноя в бронхах и уменьшение или исчезновение вот этой самой гиперимонной реакции организма. И началось в 2016 году с очищения организма. Это действительно то, с чего нужно начинать. Точнее, начинать нужно одновременно. И с очищения организма, и с изменения питания. Слава Богу, что мне попался такой муж, который очень откликнулся живо на все мои новые введения. То есть я предложила, давай очищаться, он пошел на это. Я предложила, давай мне питание. Он немножко там поколебался, но тем не менее он все равно пошел. И пусть он с небольшими косяками, отступлениями, но все-таки, в общем и целом, мы далеко ушли от традиционного питания. Очень далеко. Это сейчас уже совершенно другая система. Заметьте на минуточку, что я думаю, мой муж не будет возражать, если я приоткрою эту интимную занавесочку. Когда мы с ним поженились в 2012 году, на тот момент у него был жуткий дисбактериоз. Просто совершенно не было, кишечник не работал нормально. Это было что-то невообразимое. Какой-то там фейерверк просто. И по мере того, как в 2016 году и дальше мы стали следовать вот этим путем Аганяновским, то есть очищать организм и менять свое питание, сейчас это человек с великолепно работающим кишечником. Этот кишечник работает даже лучше, чем мой. То есть мы настолько наладили микрофлору в кишечнике, мы так выровняли вот этот фон бактериальной кишечнике, что у человека, посмотрите, произошли такие серьезные подвижки в здоровье, в сторону его улучшения. Итак, с 2016 года мы в течение, по-моему, трех, если я не ошибаюсь, до двух-трех лет проводили курсы очищения по Аганян через условное голодание. Это были курсы разной протяженности. Самый первый был Линдон, 21 день, который принес, конечно, колоссальное улучшение. Плюс мы поменяли климат с субтропиков на более сухой, более умеренной, такой средней полосы России. Плюс мы вообще капитальным образом поменяли питание, то есть мы стали питаться естественным образом. То есть мы не убрали из питания мясо, рыбу, яйца. Мы только всего лишь привели эту систему питания с животным белком, мы привели ее в баланс, в равновесие. Мы ее стали кушать не 3-4 раза в день, а 1 раз в день. В правильное время, в обед, с салатиком обязательно, с овощами, с сырыми или хотя бы там с полутушеными, чтобы хотя бы сохранялась какая-то клетчатка, но не с крахмалами. Мы увеличили количество сырой растительной пищи, такой как фрукты, овощи, соки. Мы перестали поздно ужинать, мы перестали кушать на ночь и ночью, как это было раньше у нас. И в результате вот этого изменения питания перестало образовываться много вот этой самой гнили в кишечнике, которая постоянно образовывалась раньше. То есть кишечник начал очищаться, микрофлора начала нормализовываться. И вот эти гнои, которые попадают из кишечника в дыхательные пути, он просто его как бы стало все меньше, меньше и меньше. И в конце концов он просто исчез. И в итоге мы, оставшиеся вот эти годы, мы вели борьбу не с тем гноем, который постоянно новый образуется и проникает в дыхательные пути, а с тем, который там локализовался много лет назад и который просто хранился там как на складе. И поскольку мы вели борьбу с ним, такую активную, то мы постепенно привели к уменьшению этих вот складских запасов. Можно спросить, а как это так гной попадает из кишечника в дыхательную систему? Как это возможно? Это совершенно легко возможно, потому что гной накапливается на стенках кишечника. Причем и тонкого, и толстого. Даже тонкого, наверное, даже быстрее, чем толстого. Потому что в толстом там уже идет калообразование. А вот гниет пища, допустим, если вы съели мясо на ночь, большой шмат, да, и уснули. У вас же это мясо будет, мало того, что оно в желудке там будет долгое время лежать, обрабатываться. А ночью оно очень слабо обрабатывается. Но потом оно будет больше суток, может быть даже двое суток, тащиться по тонкому кишечнику, длина которого несколько метров. И поскольку этот процесс будет сильно растянут во времени расщепления животного белка, и сильно перегружена будет пищеварительная система, то есть не будет в достаточном количестве вырабатываться тех ферментов, которые призваны расщеплять животный белок. Потому что ночью они не вырабатываются. Пищеварительная система спит. И в результате этого вот эта вот мясная, крахмалистая мясная хреновина, которая движется по тонкому кишечнику, она, конечно же, будет подгнивать. Поэтому тонкий кишечник, он является носителем и рассадником гноя. Где гной этот локализуется в тонком кишечнике? А он локализуется на стеночках. Потому что стеночки тонкого кишечника имеют ворсинчатую структуру. Они не гладкие, в отличие от толстого кишечника. Толстый, гладкий. Тонкий, ворсинчатый. Откройте, загуглите, откройте атлас анатомический. Посмотрите, как устроен тонкий кишечник. Гной задерживается между этими ворсинками. Просто буквально там. И этот слой становится все толще, толще и толще. Поскольку гной это токсичное содержимое, он выделяет яды, токсин. А яды, они совершенно свободно проникают в кровеносное русло через стенки кишечника. Это один момент. А второй момент, то, что кишечник, который снабжен вот таким количеством неестественного покрытия гнойного, он становится воспаленным. Стенки его истончаются. И гной может проникать через стенки кишечника. И вместе с током крови, представляете, какая у вас кровь, да? Разносится по всему организму. И вот эта кровь такая гнилостная, кровь с содержанием токсинов, ядов, она может поразить любой орган. Если она поражает дыхательную систему, а поскольку кишечник он недалеко расположен, дыхательная система, у нас вообще все органы тут рядышком, да, очень близко. Нет никаких проблем с тем, чтобы гной и токсины, вот этого гноя, локализовались в любом месте нашего организма. Вот в любом, абсолютно в любой точке может это произойти. И просто кому-то вот везет в кавычках, и это происходит в дыхательной системе, у кого-то это в другом месте, там, не знаю, в районе головы может быть, или где-то еще, сердце, где угодно. Соответственно, там возникают какие-то свои уже специфические заболевания. Но вот моему мужу повезло в том плане, что его организм оказался податливым на дыхательную систему. Подчасти, я думаю, потому, что это был куряк изоядлый, и это было слабое звено в его организме. Дыхательная система была слабым звеном. Она и так была поражена табачным дымом, а тут еще и вот этот процесс гнойный, да, вот, пожалуйста, одно к одному, оно все вместе дало, вот, привело к этому заболеванию, бронхиальная астма. Вот откуда берется гной в организме. То есть это наше, опять же, неправильное питание, это наше неразумное питание, это наше фанатичное питание, в котором мы ни черта не разбираемся, современные люди, да, ни черта не разбираются. И только вот те, кто приходят ко мне, в мои подписчики, только тут они начинают узнавать, что оказывается, это не так уж и безобидно, да, кушать животное белок вечером, это не так уж и безобидно кушать животное белок с гречкой или с рисом, и так далее. То есть тут начинаются такие открытия, которых можно делать много и бесконечно. Итак, это база, да, вот. Теперь вы понимаете, что все эти годы, пока мы работали над нашей базой, да, мы очищали организм, мы налаживали свое питание, мы создали хорошую базу по части микрофлоры и по части уменьшения гнойных образований дыхательной системы. И когда в нашу жизнь вошли эфирные масла, получается, что мы сделали такое, как бы это сказать, такой ход конем. То есть это был коронный ход, который привел к победе, к мату, да, как в шахматах говорят. И это был коронный ход. В чем он заключался? Ну, изначально это было... То есть изначально до меня не дошло, что с помощью эфирных масел можно подействовать на бронхиальную астму так, что она исчезнет. До меня это не дошло изначально. А точнее, я не верила. Я не верила. Я читала какие-то там рецепты при бронхиальной астме. Я ознакомилась с книгой даже протоколов, среди которых есть протокол, который лечит бронхиальную астму. Такая прям книжечка у меня даже есть. Симфония клеток называется. Это именно протоколы с участием эфирных масел. У меня даже тут вот прям заготовил вам показать. Смотрите. Вот это вот масла, 9 штук их. Это вот протоколы. Это, собственно, то, что у нас протокол дыхательный. Это то, что нас вытащило, собственно, на белую полосу. Но я не верила в это. Это я тогда, я натуропат. Я перегнула, наверное, со своим скепсисом и со своим недоверием. И очень долго просто присматривалась к эфирным маслам. И мы их употребляли просто на уровне базовой ароматерапии. Что такое базовая ароматерапия? Это несколько ходовых масел, которые применяются просто для улучшения обмена веществ. Да. Для снятия каких-то воспалительных процессов в организме. Для поддержания здоровья клеток. Для детоксикации печени. И так далее, и так далее. То есть это базовые масла, которые, в общем и целом, работают на оздоровлении нашего организма. Да, у нас был куплен базовый набор. Да, мы применяли периодически разные масла. И я, конечно же, видела их положительное влияние. Кроме того, я видела, что определенные масла можно применять и в острых ситуациях. Таких как ОРВИ, грипп, всякая простуда, кожные какие-то несовершенства, ушибы, травмы. Да, масла работают именно на быстрый эффект и на быстрое оказание помощи. Я видела все это. Но до меня все равно по-прежнему не доходило. То, что можно и к бракеальной астме подобраться серьезно с позиции масел. И только когда клюнул петух, вот понимаете, нужно было петуху клюнуть, чтобы я наконец-таки засучила рукава и взяла за это дело. Да, сейчас про петуха скажу. Но до меня, слава Богу, дошло то, что мы можем заменить сальбутамол эфирной смесью БРИС. Восемь мощнейших эфирных масел, которые входят в этот состав. Лавр, мята печная, эвкалит, чайное дерево, лимон, кардамон, равенсара, колечник камфорный. Вот эти масла очень мощные. И каждый из них работает и на отхаркивание, и на снятие воспалительных процессов, и на снятие спазмов, что самое главное. И на общее укрепление иммунитета. И когда муж начал применять БРИС вместо этого ингалятора, то есть он просто брал флакон и дышал, мы увидели, что произошла замена. То есть он через несколько дней, он отказался от ингалятора, полностью заменив его БРИС. И вот тогда у меня уже начало какое-то, снизошло озарение, я поняла, что мы что-то нащупали, какую-то дорожку. И тут вот петух жареный, да, случился. Он насклён, когда мы подхватили вирус в дороге, в поезде, и не успели вовремя его, так сказать, нейтрализовать. Мы заболели по полной программе, я писала об этом, да, в сентябре мы две недели болели, очень сильно, очень мощно. И муж получил как раз вот во время этого острого вирусного заболевания, он получил сильнейшее осложнение со своей астмой. До, просто до ужасной степени у него просто здесь всё колокотало, хрипело, и дышать было вообще нечем. Я, честно говоря, просто вот струкнула. Я уже не знала, чем это закончится, потому что такого не было ещё никогда. Вот такого осложнения не было. И тут, наконец, да, мне вот Боженька вложил в мою голову и сказал, чего ты сидишь? Иди бери протокол дыхательный и делай ему. И мы начали делать протокол. Это, поясню, да, кто не знает протокол, это особая техника нанесения эфирных масел, когда задействован позвоночник, то есть мы наносим масла на позвоночник, поскольку там расположены крупные кровеносные сосуды, и масла проникают сразу в кровь, и сразу идут в клетку. И это терапия на уровне клетки. Плюс это нанесение на стопы, особенно на те точки, которые отвечают за дыхательную систему. Это дыхание эфирных масел, и вот это всё в общей сложности, да, последовательное нанесение вот этих вот девяти масел, которые я вам показала. Это вот и называется дыхательный протокол. И как только я его подключила, мы вот буквально сразу же, мы сразу же увидели, что лучше, 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 лучше. И с каждым днём всё лучше и лучше. И в течение трёх недель мы делали этот протокол, плюс продолжали бриз, плюс я ещё в диффузоре обязательно распыляла бриз днём, а на ночь мы брали хвойные масла. И через три недели я услышала вот это вот первое признание моего мужа, и это вот после перенесённого, да, вот этого вирусного заболевания, я услышала, что он мне сказал, что он уже три дня не пользуется вообще ничем, ни ингалятором, ни бризом. Честно, я была в шоке, я говорю, вот этого не может быть, как это так? Но прошёл ещё день, прошёл ещё, прошла неделя, прошло две недели, прошло три недели, он по-прежнему не пользуется ничем, ни ингалятором своим, вот этим сальбутамолом, ни бризом, потому что нет приступов, понимаете? Приступов нет. Надо сказать, что во время вот этого вирусного заболевания у него шло мощнейшее отхождение вот этой самой гнойной мокроды, надо было видеть только её, ребята. Если бы вы видели, что исторгается, это акварель, это жёлтое, зелёное, чёрное, коричневое, белое, мутное, в перемешку то прозрачное, то чёрное, это идёт, вот это вот, на фоне этого протокола пошло массированное отслоение вот этого всего дерьма, которое там ещё было, в бронхиальной системе, и оно пошло наружу. Его утром просто выворачивало наизнанку. Просто вот это исторгалось с такой силой, просто чуть ли не до рвоты. Я извиняюсь за пикантные подробности, но это вот то, что исторгалось, оно было настолько липкое, оно прилипало к раковине, извиняюсь, да, вот за такие подробности, что приходилось просто вот щёткой отдирать. Представляете, насколько эта хрень, она клейкая и липкая, она сидит там просто прилившая, вот в этой дыхательной системе, она прилившая. Вы понимаете, сколько трудов стоит, чтобы отодрать её? Чтобы её отодрать, для этого нужно очень много усилий приложить. Но наши усилия не пропали даром. Мы отодрали. Мы отодрали, мы вывели колоссальное количество этого дерьма. И организм перестал давать свой гипериммунный ответ, да? Он перестал спазмировать, он перестал реагировать на какие-то аллергены. Почему? А потому что нет причины. А какого чёрта он будет реагировать на что-то, если нету этой патогенной базы? То есть он реагировал вот этим образом неадекватно. Только потому, что там ему мешало, ему там было лишнее. Там было патогенное, там было гнойное, там было чужеродное. Его нужно было как-то исторгать. И организм всё время об этом говорил, говорил, говорил. Да, вот эти спазмы, это и есть крик организма о том, что это надо выводить. Это надо выводить. Сейчас выводить либо нечего, либо там его очень-очень мало. И организм решил сделать паузу и сказал, ребят, отдыхайте. Столько лет мучились, отдыхайте пока без приступов. Но, пожалуйста, не нарушайте. Мы вот сейчас прекрасно осознаём, что стоит нам только расслабиться, опять начать пить молоко, кушать мясо на ночь, кушать мясо с пирожками и так далее. Всё вернётся. Причём очень быстро вернётся. Вот эти процессы гниления, брожения, которые будут снова в кишечнике, они опять нас откинут туда 22 года назад. Всё вернётся. А удастся ли ещё прожить и ещё раз побороться какое-то достаточное количество времени. Не факт, потому что мы уже взросли. Мне уже почти 60. И мы уже на 5 лет больше. Понимаете, у нас уже нет запаса времени. Короче, к чему я всё это говорю? Если бы не мой личный опыт, свидетелем которому вы все теперь являетесь. Ведь страшно представить, что на эту тему можно брать. Это, по-моему, богонаказуемая вообще вещь. Если бы я этого думала ради привлечения внимания, по-моему, это вообще даже не обсуждается. То есть вы видите, что на нашем живом примере мы обычные люди, мы возрастные люди, уже пожилые, можно сказать. И происходит вот такое. Поэтому что говорить о вас, если вам 30, 40, 50, если у вас дети с бронхиальной астмой, дети вообще очень быстро вылетают из этого, за полгода. Если мы, получается, с 16, да, мы 6 лет, да, потратили на это в вяло-текущем формате, понимаете, расслаблялись тут, не верили, то у ребенка за полгода можно вытащить из астмы. И Марва Аганен об этом прямо пишет в своей книге. Взрослого человека за год можно вытащить. Мы шли 6 лет, потому что мы многого не знали, мы про масла не знали, мы не верили, да, мы косячили. Но вы, те, кто сейчас придут вот ко мне, да, чтобы я помогла выбраться из этой астмы, у вас есть шанс, что за год вы станете полностью здоровым человеком. Вместо 6 лет, как это мы тащились, вы за год станете здоровым человеком, причем это будет в прогрессии идти, это будет все время лучше, 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 лучше. Это не будет так, что вот плохо, плохо, а потом раз через год и лучше. Нет. Это будет вот так расти, это будет прогрессия, и вы это будете видеть своими глазами. Что я предлагаю? Я предлагаю взять эту инструкцию, которую я дала. Кто не знает, не видел, пожалуйста, пишите, везде спрашивайте, скажу, где скачать. Прочитайте внимательно, изучите ее, прикинуть, что вам понятно, что непонятно. Если вам нужна помощь, просто написать мне. Я вам объясню, как, что надо сделать, чтобы это было сделано все-таки быстро, форсировано в системе без косяков и ошибок, чтобы вы действительно выбрались из астмы. Мы сегодня говорили про астму, я уже сейчас закругляюсь, но ведь точно таким же образом можно выбраться из любого заболевания, будь то аутоиммунный тиреоидит, будь то псориаз, будь то сахарный диабет 2. Я не знаю, все, понимаете, если подходить системно, вот то, как я описала, от питания, очищения, плюс эфирные масла в системе, потому что эфирные масла, их много, они же не только на дыхание воздействуют. Любое заболевание можно лечить с помощью эфирных масел, плюс обязательно база. То есть без базы, одними маслами, вы ничего не сделаете, вам нужна база. Любое заболевание, вот точно по такому же механизму, только с другими протоколами, можно лечить, основываясь вот на этой базе. Я хочу, чтобы вы это очень хорошо поняли, и поверили в это, и приняли вот это, это утверждение из моих уст. И если вы действительно заинтересованы в том, чтобы быть здоровым человеком, и самому самостоятельно избавиться от заболевания, а не ждать, пока врач вас там углубит своими таблетками, то пишите мне, обращайтесь, и я готова помочь каждому. Просто нужно очень сильно захотеть. Вот на этой ноте я и завершаю свой вебинар, и надеюсь, что мои слова попали в благодатную почву. Я благодарю вас за внимание, и до связи. Всего доброго.